здравствуй дорогие друзья читатели и поклонники у нас гостях ольга полякова боже боже учишь вас журналистов годами 10 лет вас учишь одни твойки вызвали эмоцию ой слушайте у меня кстати с эмоциями все в порядке они уже меня видят говорят у нас смотрит 17 человек все верные все 17 фанатов все здесь здравствуйте рад вас видеть и ответить на на ваши вопросы спасибо большое что уделили внимание пришли к нам гости спасибо вам что пригласили включили телек и смотрите нам очень приятно дойдем к вопросам здесь сейчас поиск слухами сериал сериал что это за сериал какой это сериал снимаете о чем это сериал ну это наверное слухи о том что в москве я где-то там пошла по пятам других да 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 но сериал это на самом деле международный проект сериалити сериалити о том как девушка мечтает стать суперзвездой и она путешествует по миру по столицам мировым и пытается завоевать шоу-бизнес это юмористическое шоу по странному и счастливым для меня с течением обстоятельств девушку зовут оли полякова да хотя конечно это это все таки персонаж потому что ну немножко вымышленный конечно потому что это не не суперзвезда украинской страны а это некая девушка из глубинки но коту которой есть внешность у которой есть а главное у нее есть мечта стать большой звездой значит мы снимаем ее в этот сериал киеве снимаем в москве снимаем вот сейчас вот мы просто перейду немножко дальше мы в китай едем тоже будем снимать там в столице поднебесной то есть это такой это это большой сериал о том как важно иметь мечту и как как к ней стремится при этом это очень конечно юмористическое шоу потому что оля полякова это совершенно юмористический смешной персонаж вот и выходить это будет на том канале который согласится выдержать у себя это безобразие в эфире вот год 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 уже снимаем да уже год снимаем уже много сняли о кучу звезд сняли вечеринок она внедряется во все эти кулуары застает в гримерках звезд и вы знаете она она еще это 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 сериалити она показывает то что знаете не такие уж они звезды как звездами кажутся и что все это конечно выдуманный мир и в принципе если очень захотеть ну не то чтобы высмеивает показывает что это тоже просто люди понимаете это что-то не небожители все-таки люди и что каждая девушка или мальчик имеющий харизму и четкое желание стать звездой у него может все очень быстро получиться и когда нужно премьеру очень скоро будет премьера очень скоро будет премьера поэтому ждите и в этом году или за этом все мы с ней пением ждем и приходим к следующий вопрос который тоже всех волнует Оля учит китайский язык да это знаете у меня две цели потому что мне кажется что эпоха ротшильда и рокфеллера она позади и впереди нас ждет эпоха оли поляковой ну правда на самом деле знаете глобализация в мире происходит правильно то есть мы не можем артиста быть завязаны только на одной стране сегодня это невозможно по тем более в ситуации когда в украине извините но умирает шоу бизнес и это ну как бы давность мы все поплакали конечно над ним но жить то как-то дальше нужно вот поэтому конечно же артист должен расширяться и уходить куда-то за границу за границу ближнего зарубежья когда говорят вот там дальше не туда не ездить сюда не ездить там где хотят слушать артиста он туда должен ездить потому что ну вот потому что ему в артисту нужно развиваться ему нужно иметь поклонников по всему времени конечно и зрителя нужно радовать понимаете если зритель готов радоваться и платить за это деньги так слава же ж богу понимаете а китай конечно китай это совершенно мое место потому что когда мы были с гастролями в сеуле у нас были пять концертов по разным городам по клубам я видела как эти прекрасные маленькие узкоглазые люди реагируют на больших белых женщин два метра ростом видите когда на голове огромный кокошник когда на ногах огромные каблуки трехметровая коса грудь глаза белые волосы они визжат от этого то есть это они им страшно это нравится и понятно что глупо было бы не использовать возможность поехать и и расширить свое влияние там тем более что китае просто развиваются какими-то сумасшедшими темпами у них появляются олигархи а здесь олигархов становится все меньше и меньше поэтому я и мое шоу большого у меня просто много девчонок они не замужние им всем нужно хорошо выйти замуж по расчету поэтому я везу девчонок китай и собираюсь там не только покорить шоу-бизнес выступать во-первых во вторых мы подписываем контракт с рекординговым китайским лейбом а в третьих мы будем продолжать наше прекрасное шоу сериалити и на просторах китайской столицы тоже вот поэтому такие обширные пропланы что-то будет из моего есть кстати вот такая допустим песня как мальчикам это нравится она не является супер хитом у нас здесь но в ки в китае она у них не у нее миллионные просмотры на китайских ресурсах и именно через эту песню они на нас вышли и потом уже посмотрев на всю эту вакханалию в кокошниках и на все это на все это раболепие то есть они захотели вот такое вот существо прекрасное веселое видеть из себя тоже еще раз будет царица ольга царица ольга ну а почему нет конечно вы слушаете ну конечно да конечно это будет это будет это славянская культура понимаете это наши бабы потому что только у нас есть бабы чтобы вот были и волосы и глаза и сиськи на месте и ноги что были от душей ну нету по миру таких женщин у нас есть поэтому нужно себя дорого продавать поэтому едем и все кокошник в шоу сменим на корону нет будет обязательно будет кокошник это обязательно поговорим еще сегодня кокошник это это кокошник это это вне политическая история и вот еще такой вопрос который меня интересует по вот нового сингла ой я его только что закончила вот прямо еду со студии ну можешь сразу и спрашиваю меня это я я надеюсь очень что мои слушатели ждут от меня новую песню потому что это будет вторые люли вот называется песня любовь морковь начинаться она будет так с неба звездочка упала прямо милом у штаны пусть сгорит там что попало лишь бы не было войны не завтра ну вот как сделаем знаете я так не люблю загадывать это вот это вот наобещаешь наобещаешь поэтому как получится так получится мы будем быстрее делать потому что новый год людям уже надоело танцевать только под шлепки и под люли им пора дать новый сингл потому что ни одна свадьба не обходится без этих прекрасных песен а что я куда говорю вообще вы меня слышите конечно вот на вас видит а хорошо а это я не сюда должен говорить это у нас общий звук а то может просто не пригласили чтобы я пошевелила губами который новый сингл выше у вас недавно который про серопатистов серопатисты ну был до такой был такой это этот сингл который был выражает на самом деле мою позицию наверное но когда он вышел еще не было такой трагедии там на востоке поэтому конечно сегодня я и не пою эту песню в концертах но что света уже слишком больно эта тема зашла дальше чем это уже общечеловеческая трагедия на востоке нашей страны поэтому конечно же вышло и вышло на тот момент это было весело и прикольно и высмеивала где-то хотя это было в совершенно не политики это было оса сепаратисте моей любви который предал предал свою девушку вот но так тогда это было очень актуально вот посердно просто на ваших поклонников нас читателей супер света спрашивает а что до этого блин не по году это были недоброжелательные здравствуйте скажите пожалуйста откуда у вас такая принципиальность в сценическом имени почему вы просите звать вас именно оля почему потому что это звучит мягче мне все время хочется казаться мягче веселее младше потому что знаете ольга юрьевна это как-то звучит очень очень весомо а оля юрьевна называют не все мои домашние и сотрудники это как-то звучит легче что ли и вы знаете я ведь не сегодня пришла в шоу-бизнес а ну так потоптала я конечно же сценическую землю вот и когда я была вот ольгой поляковой мне как-то не очень везло а вот когда я сменила именно оля полякова все поперла не знаю нумерология что-то мягкость произношения не знаю что но как-то получается поэтому вот вот с этим вот я и связываю вот знаете как вы допустим когда они лорак была каролина и у нее там тоже что-то хотя нет у нее сразу получилось она она знала с кем иметь дело с первого дня я конечно тут но вот допустим там есть у нас девушки на на сцене которые вот со своим именем у них ничего не получалось только не взяли псевдоним у них раз все срослось я как-то от своего имени совсем не могла отказаться потому что полякова громкая фамилия такая все меня в детстве называли только поляковой поэтому я хотела изменить имя думала думала и пришла к тому что просто надо вот эту га г знаете много на ге называется всяких слов вот когда ее выкинула все поменялось поэтому кстати мой совет такой практический если вы хотите изменить свою жизнь попросите людей вас называть по-другому это реально работает спасибо большое следующий вопрос олечка когда же мы дождемся твой сольный альбом очень бы хотелось иметь от тебя такое издание так она есть нет они не знают вы не знаете нет наверное это нужно чтобы нужна тюнь сидит это получилось попал про новый ну вот давайте говорить во первых старый есть да его можно найти но не надо искать на все плохо а вот новый который до должен был набирать называться russian style но теперь все таки он будет называться шлепки потому что шлепки отшлепали всю страну и и за ее пределами продолжают шлепать поэтому скоро будет войти все можно будет скачать если это кому-нибудь нужно хотя в принципе есть синглы вот они есть вот все качайте отдельно понимаю что дороже все обязательно будет скоро спасибо следующий вопрос крэйк давид спрашивает прям лично крэйк крэйк давид хорошо доброго времени суток поля являюсь вашим поклонником с момента выхода вашего клипа russian style очень мне нравится баба фейерверк кошки как вы сами себя называете не патриоту приятно что вы тоже проявляетесь в бюджонскую позицию и я район ставите соц сетях интервью не было непонятно что придется делать с кокошником на вашей голове в будущем вряд ли подобная тема будет использоваться спросом в новой украине и вопрос касается окрас проекта планируете ли вы снять с головы кокошник или заменить его на какой-нибудь иной головной убор и еще давайте я на это отвечу а потом дочитаете знаете зачем же снимать с головы курочку которая на твою голову несет золотые яички вы понимаете ведь ведь кокошник он вне политики это жанр прежде всего это жанр музыки но то есть я сниму кокошник тогда когда мы все с вами перестанем говорить по-русски ну совсем забудем слова москва забудем что забудем такого писателя пушкин или лев толстой вы понимаете что мы от этой культуры отказаться сами не можем это невозможно мы слишком мы слишком сплетены мы у нас живут там ближайшие родственники это нужно понимать и и и кокошник я же говорю это жанровая вещь она совершенно не поддерживает ничью политику то есть это сказочный персонаж это как это близко всем нам потому что только когда полякова одела кокошник она стала вот той поляковой которую вы знаете сегодня это кокошник с ней это сделал поэтому ну говорить о том что вот давайте откажемся давайте перестанем говорить по-русски давайте перестанем читать наших классиков наших ну они вообще-то наши вы понимаете как шевченко наш так и к толстой укипалки наш ну что ж мы его поэтому но это это жанровая вещь и еще раз повторюсь кокошник не калашник не надо путать эти вещи вот и ну то есть это вне политическая совершенно вещи его я отказываться от него не собираюсь потому что потому что это это мой атрибут это и это при это прекрасно и и политики это не имеет вообще никакого отношения продолжение вопроса от давида как в россии относится патриотичные украинки в русском покошники да прекрасно относится хорошо относится я вам еще раз говорю там где люди готовы быть обрадованы нашим творчеством и готовы за это платить деньги мы должны туда ездить и выступать потому что артист он для этого и как бы и и и создан ну что же нам каковну а что до создан артист для того чтобы радовать на вас что не ну да вот вот к вам не поеду к вам поеду может быть отдельным людям я там бы и не поехала а вот к народу чего да у меня мама там живет вы представляете головную боль я имею спасибо придем следующий вопрос у артемка спрашивает а с вами постоянно конь кто это специально обученный человек сколько вы уплатите это артемка что сам про себя спросил нет артемка иди сюда давайте покажем это артемка это наш конь артемка вот он это он всегда скачет сколько он платит сколько на самом деле он так любит он он так любит улю полякова все эти песни и так любит скакать на сцене что делает это бесплатно за чашечку овса вот и для артема без грима следующий вопрос оля спрашивает как муж вас такую красивую не будет отпускать одну он не знает что я хожу я ухожу тихонько под покровом ночи он не знает возвращаюсь под утро он спит и не знает что я ухожу вообще знаете дома я хожу в бигуди с огуречной маской читаю канта и он не знает что вот та сумасшедшая из телека и вот это это его жена он не догадывается даже спасибо продолжение вопроса о артеме академ ты зачем это сделал скажи что нам поговорить больше не о чем привет оля почему именно конь а никто другой а кто такую щебабу вытянет ну что хомяк ну как вы себе представляете полякова села на хомячка что стало с хомячком конечно только конь потому что потому что а кони бегут а избы горят и все это происходит в нашем шоу поэтому кто еще не был на концерте вы просто не понимаете сколько вы потеряли позитива и бешеной энергии правда приходите все на концерты смотрите где мы выступаем приходите потому что вы много теряете если этого еще не видели много-много позитива да 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 тут вопрос из россии здравствуйте оля я живу в россии мне очень нравится ваше творчество у нас вас на плохо но я потихоньку подсаживаю друзей на люли и шлепки вопрос и когда будет новая песня выйдете клип на песню а столовиста сепаратиста ну про про сепаратистов мы уже поговорили что нет не выйдет но эта песня обязательно будет в альбоме она кстати веселая прекрасная любви поэтому не надо видеть политику там где ее нет ее на самом деле там нет если слушаться слова песни спасибо что присаживаете на меня своих друзей многие кстати мои почитатели моего искусства в россии делают это и на самом деле вот я выступаю иногда в клубах в россии и люди знают песни и это так удивительно потому что мы мы артисты которые начали работать еще в советском союзе нет я имею ввиду давно мы привыкли к тому что если тебя нету в телевизоре тебя нет нигде а это неправда сегодня есть интернет и это просто круто потому что если ты у тебя миллионные просмотры в интернете на ю тубе все в принципе ты как сложись сложившийся артист тебе не обязательно чтобы тебя крутила радио не обязательно чтобы тебя крутили за деньги какие-то каналы поэтому они сами начинают тебя искать выискивать приглашать вот там допустим там я что-то сказала катя асачи в интервью и звоню они там вы знаете как режут эти интервью тут она порезала там подставной вопрос задала ну то есть все так полагается и ты звонишь и говоришь там я там своему партнеру вот михаилу ясинскому о боже ты понимаешь там то-то там то-то он говорит да нигде этого не узнают и кто этого не услышит и тут сразу же здравствуйте это первый канал россия вот нас интересует такой-то такой-то вопрос понимаете то есть уже нет у нас нет границ мы живем в глобальной вообще сети поэтому все что мы говорим все что мы делаем у нас и у нас и поэтому у нас есть большое влияние то есть наши мысли они ну ценны важны и не стоит думать что если ты делаешь что-то такое нехорошее то никто этого не увидит все увидят и потом тебя вспомнят да это точно спасибо за ваше мнение следующее вопрос оля а как вы относитесь к ситуации с коллегами лорак пота как по вашему в чем их ошибка и как именуть боевую репутацию и удастся ли это во-первых я скажу вам что имеет думаю что с их репутацией особо ничего не произошло и пусть они пишут записывают хорошие песни и все на самом деле когда артист записывает хорошие песни люди совершенно то есть знаете политики приходят и уходят а песни нужны всегда а есть хочется еще больше знаете наши артисты они ведь очень долго находились работали на большое пространство снгшное это не только россия это белоруссия это казахстан это молдова это латвия это литва и так будет еще очень долго потому что это же никак это колбаса понимаете которую можно сургуте мы ее не продали так мы ее продадим там я не знаю копенгагене с нами так это не работает то есть мы работаем на определенную аудиторию которая нас любит и уважаем понимаете и принимает мы не можем быть мы не станем популярны и там допустим в европе сейчас потому что ну мы ну то есть мы завязаны над этом ОСНГшем пространстве так будет еще очень долго и вы понимаете артисты ошибаются не люди ошибаются не артисты ошибаются политики которые которые играют вот это просто эти люди становятся сейчас политически жертвами политических манипуляций а ошибаются как раз такиcery политики которые зачастую не имеют позиции ни гражданства ничего не имеют у них есть один Бог — это деньги и достаток, понимаете? Поэтому надо делать хорошие песни, не отвлекаться на глупые провокации. А те, кто у нас в правительстве и вообще в мировом, знаете, это мне кажется, есть такая теория, что это вообще какие-то рептилоиды. Знаете, люди, рептилоиды, которые... Ну, у них нет ни гражданства, ни позиции, ни еще чего-то. Поэтому нужно, чтобы эти рептилоиды, чтобы они исправляли свои ошибки. Иначе эти артисты начнут петь про них песни, им начнут подпевать люди, понимаете? И на этом заканчивается карьера обычной политики. Поэтому это пусть они исправляют ошибки. А у артистов, они плохого ничего не сделали. Вот правда. Если они будут дальше продолжать делать хорошую музыку, они будут любимы. Вот и все. Даже Павали, которую сейчас вообще уже загнобили, я вам скажу честно, еще две хороших, три хороших песни про любовь и таких, чтобы вся страна запела, и все обратно вернется. Спасибо. В следующий вопрос, как раз полностью прокомментировал вашу... Питать его не буду. За вас сказали ваши читатели. Придем к следующему вопросу. Люда спрашивает. Знаю, что ваш муж еврей. Простите, но он апатоксальный еврей. Это как? Если у него обрезание, я не могу это сказать на всю страну. Вы принимаете его обычаи? Может быть, у вас есть семейные традиции, связанные с еврейским? Боже, почему... Вот понимаете, да? Вот-вот-вот-вот-вот-вот... Это в нашей стране всегда вот эта тема присутствует. То есть... А-а-а... А что же тут там? Ребята, что... Во-первых, это расизм и фашизм. Понимаете, да? Почему не спрашивают? А у вас вот муж украинец, а сало он ест? Вот так вот, как про украинцев говорит. И что, горилочку любить? В темноте. Ну, потому что каждый уважающий себя украинец должен переспать со своей кумой. Ребята, ну что за... Да. На самом деле, сегодняшняя... Ну... А интересно, если бы он был негр? Нет, извините. Афроукраинец. Меня бы об этом вот спрашивали вот так вот? То есть, спрашивали. И про традиции афроукраинцев. Да. Ну, скажу вам, что муж мой сало ест. Боже, если его друзья... Если в синагогу его теперь не пустят. Понимаете? Что я вообще только что сделала? И женат на нееврейке. И, конечно, ортодоксальным евреем его не назовешь. Вот. Но, тем не менее, в синагогу мы иногда ходим. И вообще, мне очень нравится это место. Потому что там собираются такие красивые мужчины. Девки. Мужа надо искать в синагоге. Я уже как-то это Катя Сочи в интервью говорила и повторюсь. Потому что, во-первых, обычно всегда евреи хорошо зарабатывают. С чем-то уж украинцы, простите, но почему-то процент богатых людей среди еврейских мужчин как-то больше. Во-вторых, они очень хорошие семьянины. И это тоже правда. Вот. В-третьих, они умные. Ну, правда, умные. Ну, что делать? Ну, вот умные они. Поэтому, а еще когда они красивые и собираются все вместе огромной толпой в синагоге, ох, называется «Пусти козла в огород». Поэтому, девчонки, каким-то образом пробирайтесь туда на праздники. Работы там и початы крайне. Спасибо большое. Идем к следующему вопросу. Истина, спрашивает. Оля, кто с вами работает? У вас есть музыкальный продюсер? Как вы собрали? Да. Боже, вы знаете, у меня наконец-то команда появилась. Как вы собрали команду? И можно ли стать ее частью? Ой, она вообще собралась так странно и так прекрасно. Сначала у меня появился Артемка. Мой конь и самый главный администратор, директор. Кто ты там еще у нас? Менеджер. Менеджер. Сначала появился Артемка, который был внедрен в мою команду Михаилом Ясинским. Это был подступный такой заговор. Они такие, мне кажется, что они рептилоиды тоже. И Ясинский, знаете, это капитан команды Secret Service. Это большой пиар-компании, которая занимается многими-многими проектами. Который бывший Могилевский, в смысле продюсер, бывший Лободы. Ну, тоже продюсер, понятное дело. И он внедрил ко мне сначала Артемку. И Артемка потом в течение двух месяцев внедрил ко мне Мишу Ясинского. И подтянул всю его команду. Жена Миши Ясинского, Оля, стала моим концертным директором. Короче, теперь это большая семья. Миша Ясинский, это мой партнер. Это мой музыкальный продюсер. Мало того, он поет. Я вам открою секрет. Во всех моих песнях есть голос Миши Ясинского. И даже мы шутим о том, что Натанова придумал. Что когда-нибудь он выпустит диск со своими песнями. И он будет называться «Кто бы сомнимался». Когда-нибудь, знаете, всегда продюсеры. У них есть тайное желание петь. Но поскольку некоторые просто талантом не вышли. Некоторые просто стесняются. Но они все хотят петь. Они все хотят быть на сцене. Поэтому мне кажется, что у Миши тоже его музыкальная. Он музыкальный. Он очень креативный. Он столько привнес свежих струи в моей песне. И он всегда обязательно поет в моих песнях. И делает это, кстати, великолепно. Бесплатно. А самое главное-то! Бесплатно! Для меня, ребята, это магическое слово. Бесплатно. Правда? Я не знаю, что со мной происходит. Но я так люблю халяву. Не знаю. Национальное это. Просто, если спрашиваешь, как попасть в вашу команду? Возможно ли это? Возможно ли это? Да, конечно, возможно. Приходите к нам куда-то на кастинг. Пишите в соцсетях, возможно. Пишите в соцсетях. Пишите, что вы умеете. На самом деле, мы все время ищем очень креативных людей. Мы все время ищем людей, у которых не из попы руки растут, а из правильного места, из предплечий. Потому что, вы же видите, мне все время нужно на голову что-то натягивать. Все время нужны какие-то сумасшедшие костюмы. Все время нужны новые идеи. Поэтому люди, у которых правильно растут руки, у которых... И девочки, у которых правильно ноги растут. И девочки, у которых длинные ноги растут, нам тоже надо. Потому что наши девчинки, понимаете, красивые девки, танцорши, они все время уезжают работать по контракту за границу. И постоянно уезжают мои танцорши, потому что, к сожалению, положение шоу-бизнеса в Украине не дают им таких зарплат, как они могут заработать. И у нас текучесть кадров, и нам нужны девки с длинными ногами. Поэтому девчонки с длинными ногами, умеющие танцевать, звоните, в соцсетях есть обязательно наши контакты. Потом всякие мастерицы, которые умеют штуки разные делать руками, из кожи, из стекла, из пластика. Пацаны, которые умеют делать тоже какие-то сумасшедшие костюмы, звоните нам, мы вас примем в свою команду, возьмем стилистам, будем платить огромные деньги. 150 гривен. Сто пятьсот. Сто пятьсот гривен, да. Спасибо. Следующий вопрос как раз о кокошниках. Магрина Пашинова, с кем вы работаете над заданием кокошников? Сколько их у вас штук? Очень много, разные люди, но в основном это Патока. Вот Леся, ее команда, Патока студия, вот они вот делают эти сумасшедшие, особенно вот эти с волосами, все эти плетения, это очень красиво. Да, вот Лесечка, спасибо ей. То есть много-много это очень много-много? Ну много, да, но я не знаю, может штук пятьдесят есть уже. Но они же и большие, и маленькие. Вы чтобы видели, как мы на гастроли ездим. Боже, мы купили китайскую сумку, огромную, просто челночную. Она просто не габарит, она всегда ездит от нас отдельно. И всегда, когда мы где-то выходим, нас спрашивают, а нас останавливают и думают, что мы челноки. Мы приехали что-то продавать. Особенно, если мы летим где-то за границу или в ту же Россию. То есть, когда мы летим с вот этими всеми баулами, нас всегда останавливают, заставляют это все раскрывать и показывать. А там, понимаете, полный этот трусок. Потому что, ну девки же работают в трусах, но в разных всегда. И это и крылья, и фольга, и у нас же очень много реквизита. Поэтому мы ездим с большим шоу, с этими баулами. К чему я все это и рассказывала? Какой-то вопрос был о другом. Но так хвастаться люблю, что не могу сдержаться. Вопрос был о кошниках, но было интереснее про трусы. Да, про трусы все-таки. Ну что, как кошник. Много их, они разные, занимают много места. Следующий вопрос, ты уже поговори, ты. Оля, вы увлекаетесь живописью? У вас есть дома картины? Какая у вас любимая галерея, художник или картина? Я люблю импрессионистов. Вот правда. Люблю импрессионистов. Посещаю всегда, если всевозможные выставки. Люблю Прованс за то, что там всегда есть, летом какие-то проходят выставки. Вот даже в этом году я попала на две. Попала на Ван Гога. Попала на импрессионистов в Провансе. И на Ван Гога попала в Арли. Арли, вот, импрессионисты прекрасно. Сама не увлекаюсь. Вот руки тут, конечно, у меня выросли с другого места. Но зато, какие я делаю хинкали? Ну что, это импрессионизм. А шкафы, я разукрашиваю шкафы, да. Но я хотела сказать про хинкали, я только сегодня их просто утром делала. Это импрессионизм на кухне, вот. А про шкафы, такие безрунки. Да, сейчас даже тут можно показать, да? Конечно, да. Я занялась, ребята, декупажированием. Я себе постарила всю мебель в доме. Раскрасила цветами. Все, значит, пепельницы, мусорные баки на улицах, все скамейки, все серванты, комоды, все позаляпывала краской. Это так красиво, такой уют, кровати позаделывала. Но это очень красиво. Не знаю, сейчас я вот найду что-нибудь. Сейчас, две секундочки. Вот, 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 вот. А вы говорите, не искусство, искусство. Да, искусство, точно. Живо-безпочти. Ну почти, слушайте. Да, я там даже что-то малевала. Сейчас покажу, очень красиво. У нас еще время есть, да? Да, у нас еще время есть. Артем, ну найди где-то. Ну что-то тут миллион фотографий. Сейчас, сейчас, сейчас. Вот тут, вот, 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 сейчас, сейчас, сейчас. Ну давайте я пока поотвечаю и тут поищу. Я сейчас поотвечаю, а я... О, вот, нашла. Вот смотрите. Не знаю, можно ли это показать. Вот так вот. Вот это стол. Видно. Видно, а на нем, а на нем стоит мусорное ведро. Ого! И оно такое красивое, что его просто жалко поставить в угол. Я вам серьезно говорю. Вот смотрите. Оно как коробка от торта, правда, выглядит? Вот. Вот смотрите, вот такие мусорки у меня были. Просто железные черные. Теперь видите они какие? Одна вот в таком голландском стиле, вторая. Ну, короче, это очень интересно. Что там еще? Ой, а стульчики какие. Посмотрите, вот какой был он. Какой он был, а какой стал красивый. А? Понимаете? Короче, да, увлекаюсь. Я вообще увлекающаяся натура, и я таким образом расслабляюсь. Меня настолько заводит то, что я делаю. Я вот если приезжаю с концерта поздно, я уснуть не могу. И мне нужно либо мороженое делать, либо хлеб печь, либо разрисовывать что-то. Мне таким образом я расслабляюсь и успокаиваюсь. Потому что очень я эмоционально возбуждаюсь на концертах, на съемках. Вот даже сейчас, вы видите, мне колбасить начинают. Вот, и мне потом нужно как-то себя осадить. Некоторые там курят, бухают, а я нет. Я вот руками что-то делаю. Я скажу вам честно, если бы я не пела, я бы все равно занималась каким-нибудь искусством, и готовила бы, потому что я очень хорошо готовлю. Я сыр делаю сама. Покажи еще сыр у нас. О копчености. Я соорудила, думаю, коптилку сама из этой, из картонки холодного копчения. Это легко, так я научу. Короче, берете картонную коробку, делаете в ней дырки, вставляете от холодильника туда решетку. Покупаете такую штучку, называется генератор холодного дыма. Ее даже сделать можно. Желобки такие и тлеют. Там тлеют. Поджигаешь, значит, опилки, и они медленно вытлевают. Вот хватает на 5-6 часов. И ты ставишь на балкон, поставил коробку, здесь сделал, поддувало, здесь дырку сделал. Оно туда поддувает, сверху выходит. Рыба, лосось, это невероятно. Сыр, сало. И от твоих соседей. От вкусных салата. А, ну чуть-чуть, вообще не слышно. Холодное копчение теми круто, что немного дыма, немного, чуть-чуть там идет дымочек. От стонов твоих домашних домашних соседей. От стонов моих домашних, да. Сыр. Вау. Да, из козьего молока, у меня 5 коз. Супер, спасибо. 5 коз. А что еще домашнего, какие еще козы есть дома? У меня есть гуси, утки, штук 100 курей. У меня есть 200 перепелок, которые несут непрекрасные маленькие яички. Вот, что у меня еще есть? Собаки и кот. Кот один? Один. Ой, его хватает, он здоровенный. В клипе сняли. Да, даже, нет, не мой. А, это не так. Нет, ну мой же сейчас, у меня голубой. А, серенький. Ой, у него родились дети. Ну ладно. У него родились дети? Да, у него полокон. Наши соседские дети, я пришла к соседям своим, а у них кошка. И мне так радуется, у нас кошка родила, а таких породистых котят родила. Смотрю, это мой Василек. Лопоухие, голубые все. Думаю, вот подгулял. Говорю, так дайте нам одного. Не, вы можете, а там родилось, значит, две непородистых, а четыре породистых. И они этих породистых тут же пораздавали. Я говорю, подождите. Говорит, вот возьми непородистого. Я говорю, зачем мне ваш непородистый? Дайте мне породистого, мне положено. Мой отец. Спасибо. Перейдем к вопросам. Это очень интересно говорить без запросов. Да, давайте вопросы. Старались, старались, старались. Ну, вы выкинете все это потом из интервью. Нет, конечно, не выкинем. У нас все чисто. Чтобы было в эфире, то останется. Да? И даже маты? И даже маты. Не, ну что, у нас уже здесь. И мы даже не хотим киво им. Ну, хорошо. Я буду стараться. Так, Андрей спрашивает. Выдели студийная версия. О, боже, какой мужчина. И почему вы пели именно ее на концерте Интера? Ну, во-первых, песня классная. Во-вторых, я ее классно переделала. В-третьих, она не будет. Потому что никогда Натали не позволит, чтобы вышла эта песня где-то еще. Ну, как это она? Да, да. И точно так же, как я бы не позволила Натали петь свои шлепки. Вот. А почему она именно она? Потому что, ну, там формат такой, что звучат суперхиты. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы канал Интер все-таки разрешал петь нам свои песни. Потому что у нас много своих песен. Я думаю, со временем это будет уходить понемножку. И наши артисты смогут продвигать свое творчество. И как раз пришло время наших артистов. Наконец-то все себе пусть там. Хватит, они уже сюда наездили, денег повывозили. Теперь будем мы здесь, в телевизоре, будем еще теперь надеяться, что не только нас будут приглашать из-за того, что мы можем сюда прийти, на наши украинские каналы, а еще, чтобы нам давали петь свои песни. Ну, а песня классная. Почему нет? Я ее сделала круто. Супер. Следующий вопрос. Анастасия спрашивает. Здравствуйте, Олечка. Как вам удалось так быстро прийти в форум после рождения второй доченьки? Посоветуйте что-нибудь. Ой, это было не быстро. Боже, вы не видели мои... Я просто... Знаете, не бывает толстых женщин. Бывают говняные стилисты и паршивая одежда. Вот правда. Потому что я умею одеваться. Я всегда умею скрывать свои недостатки. Я два года была не в форме. Я после родов не сильно поправилась. Я когда кормила грудью, я поправилась на 22 килограмма. Я была просто слон. С вот такими щеками, с вот такими ушами. Короче, это было все очень... Но я умела одеваться. Ну, во-первых, я-то, конечно, 22 не ходила долго. Где-то месяца два я ходила такая толстая. Вот. Потом я похудела. Но у меня очень долго был лишний вес. Но я просто его умело скрывала одеждой. Поэтому, если у кого-то нет силы боли и возможности похудеть, просто выбирайте правильную одежду и все. То есть, черное стройнит. Сложнокровенные вещи стройнят. Не одевайте короткую юбку, если толстые ноги. Да, это на самом деле... Не показывайте живот, если он висит. Не обтягивайте джинсы с низкой талией, если у вас полные бедра. Одевайте высокую талию и длинную футболку. И все будет хорошо. Вот. Советой Атолия Поляковой. Да. Следующий вопрос. Алина спрашивает. Оля, очень понравился проект «Привет, декрет». Сделай какой-нибудь похожий реалити-шоу, где будет показаться твоя каждодневная жизнь, а также твой дом. Ой, ну это же будет все, ребят. Это будет в нашем прекрасном сериалити. Пока интрига, не буду говорить, как оно называется, но у него очень громкое будет название. Там как раз-таки будут показывать... Конечно же, я гипертрофированная. Конечно же, все это будет намного больше, чем просто Оля Полякова. Но это будет о персонаже, о веселой девушке, которая может рассмешить. Будет, это все будет в эфире. Мы уже заканчиваем этот проект, и мы его давно снимаем. Вложили много туда души и труда. Очень ждем, очень ждем проект, посмотреть, что это будет. Слава спрашивает, случилось ли в жизни неадекватные поклонники? Ой, ну поклонники просто бывают обижаются. Поклонники, когда они становятся поклонниками, и ты их немножко подпускаешь, они начинают думать, что они уже в твоей жизни присутствуют. А поскольку у артиста, ну есть же все-таки своя жизнь, и они видят какую-то холодность и невнимание к себе, они бывают обижаются, и тогда они, конечно, ведут себя как брошенные любовники. Знаете, поэтому... Нас обидели и бросили. Да, нас обидели и бросили. Поэтому нужно, конечно, поклонникам понимать, что артисты, у них есть своя жизнь, и артисты очень любят своих поклонников, они ради них вообще что-то делают. Надо понимать о том, что если все-таки тебе не уделяют внимания, то это не потому, что ты плохой, и там кто-то хочет тебе показать, что ты недостоин, а только потому, что у артистов много работы, и есть своя личная жизнь. Спасибо. Тут у нас на самом деле такой длинный, большой вопрос. Привет с Болгарией. Людмил пишет. Людмил? Да, я ваш поклонник из Болгарии. Хочу спросить про примеры. Вы спрашивали. Планируете ли записать официальный кавер песни «Одиночество славы»? Или так, что у нас права нет? Нет, не будет этого. Это только для проекта делается. Я же еще раз говорю, я очень надеюсь, что скоро мы в этих проектах начнем петь свои песни. А что, в субботу поешь «Шлепки»? А, в субботу я пою «Шлепки», ребята. Включайте «Интер» и смотрите «Шлепки». Ура! Великая песня. Так, просто тебя сходу отраживали. Что же будет делать тогда «Слава»? Вот представьте себе, я начну петь в своем концерте «Славу», потом «Натали» начну петь, что там я еще пела. Для, там, еще там пару песен я перепела прекрасных певиц российских. Вот и что? То есть зачем тогда... «Любаши на краю клавиатуры». Ой, а это что? Это вообще не вышла песня, но когда-нибудь, когда... Как об этом? Да, ну давайте. Видео у вас в программе «Витчиняй», вы играете на фротопиано и поете маленькую часть песни «Любаши на краю клавиатуры». Вы добавили несколько видео в инстаграме «Играйте на фротопиано». Да, ну конечно, слушайте, мне классическое музыкальное образование. Вы настолько талантливые, лучшие в реальной песне не найдете. Да, я хочу. Пожалуйста, запишите видео и добавьте на YouTube. Хорошо, я обещаю сыграть эту песню и добавить на YouTube сегодня. Да, я сделаю это. Я просто эту песню берегу, знаете, когда я стану взрослой и серьезной, когда я перестану прикалываться, короче, когда я выздоровею, вот, я буду петь такие песни, как на краю клавиатуры. А пока пусть лежит. То есть вы считаете, что вы больны немножко? Ну, как, ну все больны, все больны. Слушайте, когда люди, у них все в порядке, они сидят дома, они уделяют время своим детям, они, ну, то есть, а когда вот они вот это вот, вот это вот лезут в телевизор, ну это уже не от здоровья, понимаете? Нет, я вот, конечно, не понимаю, тут тоже люди спрашивают, а трудно ли вот косить под дурочку? А что это я дурочка? Ну, а чем умная? Нет, умная очень женщина, а косите под дурочку. Ну, где, где, вот где, что такое? Я нигде не вижу, ничего не понимаю, о чем вы говорите. Вот так вот по плану. Все умные вокруг, и не косим под дурочек. У нас закончилось время, от вас пожелания поздравления. Хорошо, вы не все задали вопросы. Мы не имеем права до часа времени. Вы главное не задали. Какие главные? Ну, там какие-то вот такие хорошие вопросы, нет? Хорошие. Все хорошо, да? Мы же стараемся, мы же были то, что, кажется, самое интересное, чтобы петь в час нашего зеленого. Зачем я вот это вот вам про сыр этот рассказывала? Скажите. Чего это? От вас пожелания, ваши поклонники? Дорогие, дорогие телезрители. Интернет-зрители. Интернет-зрители. Ой, какое же пожелание? Скоро Новый год. Я хочу пожелать, чтобы все наши мечты не сбывались, и открыть вам один секрет. Нет, это, конечно, не секрет, а многие о нем знают, но мало кто о нем говорит, потому что Вселенная, она все слышит и все выполняет. Поэтому все, что вы можете себе представить, и даже невозможное, об этом нужно мечтать, и нужно правильно туда посылать. И на вас будет сыпаться все, что вы захотите. Деньги, самовары, кренделя, мужья, дети. Все это Вселенная может вам послать. Главное, правильно посылать Всевоселенную свои желания. Я вам желаю, чтобы вы их правильно посылали, и чтобы у вас все получалось. Вот. Спасибо большое. Много ждать была Оля Полякова. До свидания. Спасибо.